Добрый день, дорогие участники конференции. Целью моего доклада является представить опыт успешного внедрения технологии дистанционного обучения, учебный процесс государственного вуза, крупного московского вуза, российского университета транспорта. И главное не столько представить сам проект, а сколько определенные результаты глазами как студентов, так и преподавателей. То, к чему мы пришли в результате семилетнего опыта внедрения технологии дистанционного обучения в непосредственно учебный процесс. Очного, вечернего, ну и заочного. Необходимость внедрения дистанционных образовательных технологий в юридическом институте МИДА была вызвана двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство это то, что юридический институт является фактически коммерческим вузом в рамках государственного университета. То есть у нас 90 там с гаком по процентам это платные студенты. И в связи с этим постоянная потребность увеличения набора. А площади весьма ограничены. Поэтому в 2012 году директор института принял решение сделать упор на дистанционное обучение. В связи с чем пригласил меня и моих сотрудников создать подобную систему для, во-первых, расширения контингента за счет студентов, которые будут обучаться по полному дистанционному обучению без посещения вуза. И второе, это освобождение аудиторий при частичном использовании дистанционных технологий за счет перевода ряда занятий в виртуальный режим. Вот примерно те два направления, две причины, которые привели к созданию системы дистанционного обучения в юридическом источнике. Я бы остановился на этих вопросах чуть позже с тем, что эта проблема была решена вместо нас в министерском образовании, которое два года назад запретило заочное обучение, первое, высшее, по специальности юриспруденции. То есть, как ни парадоксально, в юридическом и инстуте специальности юриспруденции в заочном обучении второй год уже отсутствует. Потому что люди, имеющие высшее образование, они, как правило, идут в магистратуру, опять же, по юриспруденции. Это не запрещено. А вот в бакалавриат, зачем им идти на четыре года, чтобы потом снова прийти в магистратуру? Парадокс нашей системы состоит в том, что техническое образование может идти сразу в магистратуру юридическую. И вот это мы наблюдаем второй год. То есть, бакалавриат в юриспруденции заочной умер два года назад, благодаря соответствующему указанию министерства. Поэтому речь может идти о других специальностях вот за последние два года. Изначально, да, юриспруденцию набирали. Динамика развития проекта представлена на первом слайде. На что хотелось бы обратить внимание? Во-первых, запуск, собственно, системы дистанционного обучения. Принято считать, что нужно провести анализ, подготовительную работу и так далее. Обращаю внимание, в мае месяце первые два сотрудника вышли на работу. В июне уже была развернута система для регистрации абитуриентов. И в сентябре был запущен учебный процесс по нескольким специальностям бакалавриата. Документы ведения, юриспруденции и еще парочка специальностей. То есть, вы видите, что при наличии очень ограниченного там четыре человека, но опытных, плюс программное обеспечение, запуск системы дистанционного обучения не представляет каких-то технологических сложностей. Обычно главные упоры делаются на контент. Отсутствие контента, проблемы с преподавателями и так далее. К нашему счастью, мы были пригласены руководством института, руководство нас поддерживало. И никаких проблем с преподавателями, принципиальных проблем, без проблем не бывает, не возникало. Особенно на начальном этапе, когда разработка контента оплачивалась. Здесь, я должен оговориться, что вот уже больше года не оплачивается. Но определенные материальные стимулы по позиции администрации привела к тому, что проблем с контентом, по крайней мере, на предстоящий семестр, при развертывании системы ДО мы не испытали. Итак, с сентября начался учебный процесс. Знаковые даты. Обращаю внимание, что учебный процесс начался до того, как возник отдел дистанционного обучения. В 2013 году возник отдел, в 2012 начался учебный процесс. Паразокс, но факт. Далее. С 2014 года, обращаю внимание, начались эксперименты по внедрению дистанционных образовательных технологий в очном обучении. Сначала достаточно скромные, позже на диаграммке мы это увидим, но, в общем-то, достаточно успешно. И на сегодняшний день, и я еще остановлюсь на этом моменте, ситуация такова, что в мае 2017 года было совещание по ограничению перевода часов на изучение дистанционных технологий. Потому что процесс настолько был востребован и студентами, и преподавателями, что административно пришлось вводить определенные рамки. Далее. 2017 год, обращаю внимание на этом слайде, появление смешанного обучения в вечерке. То есть, начиная с 2017 года, наши вечерники, те, кто набирались в 2017 году, в 2018 году, они не каждый день посещают ВУЗ. На мой взгляд, это правильно, потому что на протяжении 5-6 лет каждый день после работы ездить еще 4 часа заниматься, это физически крайне тяжело. Поэтому было принято решение половину занятий перевести в дистанционное обучение, благо 2014 году задел уже был, и на сегодняшний день 2 дня в неделю проводится очно, 2 дня в неделю часы переведены, соответственно, в виртуальную среду в систему дистанционного обучения. На что еще следует обратить внимание? С 2015 года у нас появилась одна программа среднего профессионального образования. Я большой скептик в части внедрения дистанционных технологий в школу и в среднее профессиональное образование, просто в силу того, что дети есть дети. Понимаете, все-таки самостоятельность человек приобретает по мере взросления. Но здесь пришлось это сделать почему? Опять же подтолкнуло министерство, которое запретило с 2015 года прием на программы высшего образования без ЕГЭ. До этого, если ты окончил школу до 2009 года, ты мог поступать по собеседованию. Выходит приказ, запрещает, и фактически люди, которые старше 30 лет, они не пойдут сдавать ЕГЭ. Для того, чтобы у них появилась возможность получить хотя бы среднее, а в дальнейшем и высшее профессиональное образование, мы открыли программу колледжа, которая была востребована. И на сегодняшний день могу сказать, что ежегодно мы набираем две группы полновесных, которые дистанционно осваивают программу среднего профессионального образования. И затем, благополучно, имея уже опыт работы в системе дистанционного обучения, половизные из них, по крайней мере, поступают к нам же на дистанционное обучение на программу высшего образования. И в 2018 году, последняя строчка внизу, мы открываем магистратуру. То есть в 2018 году мы набрали первую группу магистров по полному использованию дистанционных технологий без посещения ВУЗ. И вот фактически сейчас первый учебный год они будут завершать летом. Таким образом, у нас выстроилась цепочка от среднего профессионального до магистратуры. Можно обучиться без посещения ВУЗа. Давайте рассмотрим второй слайд. Здесь у нас отражена динамика набора и выпуска в конечном итоге специалистов. Вы видите, что в 2012 году, ну, как я сказал, в мае пришли, в июне объявили набор, а нас еще никто не знал, и мы набрали 19 человек всего. Затем рост набора идет, и начиная с 2015 года появляется выпуск. Это те люди, которые пришли с высшим образованием на сокращенную программу. Они обучались три года, благополучно отучились. Первая небольшая группа из семи человек была выпущена. В дальнейшем объем выпуска рос. На сегодняшний день объем, сумма наших выпускников, количество, составляет уже порядка 120 человек. Это можно правую колоночку просуммировать. Там, где зеленым цветом порядка 120, по-моему, 130 человек, я не ошибаюсь. Вот. География наших студентов. Это следующий слайд. Вот география наших студентов на сегодняшний день, с одной стороны, представительная, с другой стороны, она вызывает у меня неудовлетворение. Да, мы охватываем от островов Самуа в правом нижнем уголочке, можно увидеть, до Чикаго, достаточно широкую географию. Однако, все эти люди поступали, точно приезжая к нам в университет. К сожалению, вопрос с приемом онлайн до сих пор не решен. И понятно, что это резко очень сужает, во-первых, возможность региональных наших студентов поступить. Обязательно надо приехать для поступления и в дальнейшем, соответственно, приехать на государственную аттестацию. Отсутствие технологии приема онлайн, с другой стороны, фактически изолирует систему образования России от большого контингента наших соотечественников, проживающих за рубежом. Для кого не секрет, что были волны, там миллионы, наверное, уже наших сограждан бывших, проживают в Германии, Израиле, Соединенных Штатах. Люди, которые освоились в той среде, да, они выучили язык, но многие из них обучаться все-таки на приобретенном языке не могут. И вот здесь можно было, используя современные технологии, восстановить ту пуповину с родиной, которая, казалось бы, была обрезана. К сожалению, на сегодняшний день возможность приема онлайн, мы проводили анализ среди различных вузов, очень и очень ограничена. Как правило, это курсы повышения квалификации, буквально по пальцам одной руки нам удалось найти объявление о наборе онлайн. И то, насколько это реализуется широко, это большой вопрос, поскольку статистика не была представлена. Поэтому, возвращаясь к слайду с географии, да, с одной стороны она широкая, с другой стороны это начало. И я очень надеюсь, что в ближайшие год-два мы все-таки решим этот больной вопрос. Очное обучение. Здесь представлены диаграммы, отражающие часы нагрузки, которые переводились на реализацию с помощью дистанционных образовательных технологий. На первом слайде указывалось, что в 2014 году был предпринят первый опыт. Вы видите, 840 часов, и это тот объем, который изначально был переведен. Что мы имеем осенью 2018 года? 11 900. Для сравнения я могу сказать, что вот эта сумма часов составляет порядка 40% от общей нагрузки, реализуемой в юридическом институте МИИТа. Понимаете? То есть мы уже вышли практически наполовину. Это и освобождение аудитории, и есть еще один фактор, который, на мой взгляд, очень здорово способствовал такой динамике развития событий. Это, опять же, помогло министерству. Наверное, наш ВУЗ не исключение, нагрузка на преподавателей растет ежегодно. Сегодня мы находимся где-то на уровне 800 часов на штатную единицу, если полторы ставки, соответственно, 1200 и так далее. В общем-то, это очень приличная нагрузка. Когда заниматься методической работой непонятно, это никого не волнует. И преподаватели, по мере приобретения опыта работы в системе дистанционного обучения, они пришли к выводу, что нет ничего дороже собственного времени. И вот здесь мы видим это наглядно. То есть диаграмма, представленная на данном слайде, это часы, переведенные по инициативе самих преподавателей. Это не административное решение. Более того, как я сказал выше, в мае 2017 года мы даже предприняли попытку остановить этот процесс. Потому что, дай волю, я думаю, мы бы уже к весне 2019 года перевалили половину всей реализуемой нагрузки. Вот это показатель, наверное, того, как преподаватели интегрировались в среду. Еще раз подчеркиваю, это не административное решение. У нас разработана определенная нормативная база. При переводе в систему дистанционного обучения необходимо заполнить заявку, согласовать с заведующим, с учебным отделом и так далее. То есть определенная организационная процедура, в процессе которой проверяется наличие контента, соответствует его тем часам и видам занятий, которые переводятся в систему дистанционного обучения. Но, тем не менее, преподаватели проходят по этому кругу, лишь бы перевести в систему дистанционного обучения. То есть востребованность жуткая. Мы искусственно ее ограничиваем. На следующих двух слайдах отражено мнение студентов старших и отдельно младших курсов об инструкции в системе дистанционного обучения. Это студенты очного отделения. В конце 2018 года мы провели достаточно крупное анкетирование. Если я не ошибаюсь, порядка 460 студентов на различных курсах заполнили нам анкеты. Масса вопросов с ответами на некоторые мы как раз в процессе моего выступления ознакомимся. Итак, мнение об инструкции. Почему я с этого начинаю? Отсутствие необходимых инструкций, написанных на хорошем, понятном языке, на мой взгляд, это просто необходимое, недостаточное, но крайне необходимое условие для того, чтобы студент принял технологию, ну и преподаватель тоже. Хотя, конечно, мы сталкиваемся с обычным нашим российским явлением, когда вы покупаете новую технику, вы ее сначала включаете, и только когда что-то не работает, обращаетесь к мануалу. С этим мы тоже сталкиваемся, но, тем не менее, ежегодно дорабатываем документацию, и вот обратим внимание на вот эти слайды. Значит, первые две позиции, справа перечисленные варианты ответов, характеризуют, ну, отлично и хорошее мнение о нашей документации, ну и далее, соответственно, плохое или отсутствие мнения в целом. Любопытно что? Любопытно то, что у студентов старшего курса, слайд, третий, пятый курс, обращаю внимание, отсутствие мнения 38%. То есть те, кто пришли в систему дистанционного обучения, грубо говоря, уже отучившись год-два очно только, они практически не читают документацию. 40% не могут высказать своего мнения. И существенно лучше картина, обращаю внимание, на первый и второй курс, только 16% не имеют мнения о документации. То есть, ну, это где-то на уровне количества двоечников, да, людей, которые не хотят ничего читать. Что касается оценки «хорошо и отлично», можно просуммировать, но вы увидите, что процент достаточно высокий, порядка 70, наверное, процентов. С «гаком» даже это «хорошо и отлично». Если выбросить тех, у кого мнения нет, то отрицательные оценки составляют 2-3-4%. Это, в общем, обычное явление. Все мы сталкиваемся с тем, что всегда есть люди, которые недовольны всем вообще. Дайте миллион, они будут недовольны, они скажут «хотел два», да. Ровно такой же вопрос, на такой же вопрос отвечали преподаватели в процессе анкетирования, это тоже было в 18-м году, но в весеннем семестре. Это следующий слайд. Мнение об инструкции студента высказывали преподаватели. Здесь картина гораздо более лучшая. Можно видеть, что 91% признали документацию замечательной, 7% хороший, отрицательного мнения вообще не присутствовало 0%. Как это объяснить, почему до такой степени разнится впечатление преподавателя и студента? Мне видится только одно. Преподаватели изучали инструкцию в процессе курса повышения квалификации, то есть более детально. Студент изучает ее в свободном самостоятельном режиме. У преподавателя просто больше было возможности, его заставили, грубо говоря, изучить инструкцию. Он лучше ее знает. Студент кто-то прочитал частично, кто-то полностью, ну а кто-то, как люди, не имеющие мнения, вообще ее не считал. Поэтому определенная разница есть. Но в любом случае оценки студентов и преподавателей мы считаем достаточно высокими. Если перейти теперь к оценке собственной системы, вот это следующий слайд, следующие два слайда, это мнение студентов, опять же, старших и младших курсов о интерфейсе системы. Интерфейс системы, на мой взгляд, крайне важный аспект. Это понятность, это юзабилити, как принято говорить. И, наконец, еще раз обращаюсь к бытовому опыту. Наши люди плохо читают инструкции. Если интерфейс не очевиден, непонятен, это в конечном итоге будет отражаться на учебном процессе, на освоении материала, ну и, в принципе, на отношении к дистанционному обучению. Поэтому мы специально провели такой же опрос, как среди студентов, так и преподавателей. И вот давайте обратим внимание на полученные результаты. Значит, соответственно, качество нашего интерфейса. Хорошо и отлично. Здесь тоже оценки достаточно высокие, я считаю. Вы видите, что здесь то же самое. За 70% уходит оценка хорошо и отлично. Опять же, присутствует небольшой континент, но уже небольшой, не имеющих мнения. Потому что все равно приходилось заходить. Если инструкцию можно не читать, то не увидеть интерфейс сложно. Если тебе нужно сдавать практические работы, правильно? Поэтому здесь количество этих не имеющих мнения уменьшилось. И достаточно большой процент, что любопытно у старшего и младшего курса совпало, 24% это оценка удовлетворительная. Как к этому относиться, сложно сказать. Принципиально здесь другое. Собственно, отрицательная оценка практически приближается к нулю. Соответственно, 4-2%. Это значит, мы отрицательные оценки, в общем-то, не получили. Точно такой же вопрос по интерфейсу студентов, подчеркиваю, не преподавателей. Проведен среди преподавателей. Это следующий слайд. Опять же, как я говорил, в феврале 2018 года. Здесь оценочки выше, так же, как это было с инструкцией. Вы видите, хорошо и отлично тут вообще 90%. Отрицательных оценок вообще нет. То есть, преподаватели традиционно оценивают как документацию, так и интерфейс существенно выше студентов. Это связано с теми причинами, о которых я говорил выше. И, может быть, все-таки более добросовестные люди, это более взрослые люди, если хотите. Студенты все-таки воспитаны у нас, извините, на процессе гемификации, потому что в процессе опроса был свободный пункт пожелания. Вы знаете, что высказывали? Сделать яркую раскраску, вставить игровые моменты. Вы понимаете, то есть детский сад, младшая группа. Ну, что поделать, это двух времени. Итак, двинемся дальше. Любопытный вопрос, который, наверное, неоднократно обсуждался и будет обсуждаться в процессе общения специалистов по дистанционному обучению. Какие занятия целесообразно переводить на дистанционное обучение? Следующие два слайда отражают мнение студентов, имеющих уже опыт работы в системе дистанционного обучения, соответственно, младших и старших курсов. Им предложены были варианты ответов на обучение, обозначенные лекции, практические работы, зачеты, никакие, в случае, если дистанционные технологии не приемлемы, либо любые. Вот нетрудно видеть, что у старших курсов ответ любые существенно превосходит то, что у младших. А в целом достаточно похожие ответы студенты спокойно воспринимают, как практические, так и лекции. Ответ никакие. То есть те, кто принципиально против использования дистанционного обучения, вы видите, это в общем в районе 10%. Если учесть, что в предыдущих опросах негативные оценки составляют 2-4%, то есть даже те, кто отрицательно относится к дистанционным технологиям, и то часть их положительно оценивала как документацию, так и интерфейс. Вот это сопоставление, на мой взгляд, в некотором смысле лестно для нас, как для разработчиков этой системы. А в целом трудно говорить о предпочтениях, достаточно ровное восприятие лекций и практических в системе дистанционного обучения, как, впрочем, и за отчетов. Хотя, должно говориться, что зачетов у нас реализуется немного. Очень редко преподаватели переводят за отчет в системе дистанционного обучения. Как правило, часть курса переводится, а вот оценка, результат изучения в сессию проводится очно. Но были случаи, поэтому у студентов было свое мнение. И, наконец, в завершении своего выступления, на что я хочу обратить внимание, на пару опросов преподавателей. Значит, хотели бы вы проводить занятия в виде вебинаров. Посмотрите, утвердительно только 21%. Это при условии, вернемся немножко назад, гистограмма, где люди переводили ЧСы в ДО, колоссальной востребованности перевода по собственной инициативе. Но в вебинар сниматься – это совсем другое дело. То есть переводится текст, переводятся тесты, практические работы, но не мое личное присутствие. Тут отчасти это психологический фактор. Мы занимаемся видеосъемкой установочных лекций и часто сталкиваемся с тем, что есть дамы, которые, в принципе, не хотят сниматься. Это понятно, это объяснимо, вопросов нет. Есть люди с определенными дефектами физическими. Это может быть речь, зрение и какие-то другие. Это тоже объяснимо. Но есть люди, у которых чисто психологический какой-то барьер. И вот мы видим, что утвердительно только 20%, еще 46% колеблются, 33% активно против. Объяснимо, вопросов нет. Я здесь даже не хочу делать какие-то выводы. Я просто хочу представить наши результаты. Если у кого-то есть результаты похожие, аналогичные с другими цифрами, было бы интересно сопоставить с нашими результатами. И, наконец, видеосъемка установочных лекций. То, чем мы занимаемся каждый семестр на протяжении уже, наверное, лет пяти. Пятьдесят курсов отсняты установочные лекции в заучном обучении, которые реально были поведены в аудиториях. Это реальные лекции, не студийные. Приходит человек с аппаратурой на реальную лекцию, снимает, соответственно, установочные лекции. Потом они монтируются, режутся, выбрасываются реплики, какие-то неудачные моменты. И все это выставляется потом для тех студентов, которые обучаются по программу полного дистанционного обучения без посещения вуза. Вот здесь картина, вы видите, практически пополам. Кто-то готов, кто-то не готов. Но это вот по вышеуказанным причинам. Это все объяснимо чисто психологические факторы, потому что, в общем-то, других нет. Мы столкнулись с тем, что это уже психология начинается. Начинается психология. Это настолько индивидуально, что делать какие-то вобщающие выводы я не берусь. Помимо представленных опросов, у нас был еще один вопрос, который здесь на гистограмме не был представлен. Это мы спрашивали студентов о желательном соотношении дистанционно реализуемых часов и очного обучения. И вот здесь хочу привести любопытные факты. Значит, полностью против ДО. То есть дистанционно 0, все 100%. Около 11%. То есть те же 10%, которые мы наблюдали в других опросах. Полное ДО отказаться от очки 0%, но при этом подавляющее большинство 56%, то есть ближе к 60%, 25% дистанционно, 75% очно. 23% соответственно поровну, 50 на 50 и небольшой процент, 75 до 25 очка. Вы видите, что процент получается, что студенты хотят 25% в ДО. У нас сейчас, вспомним гистограмму с переводом часов, мы уже вышли на 40. Не зря мы стали останавливать. Мы чувствовали, что уже начинается перебор. И вот этот опрос полностью подтвердил, что, похоже, преподаватели увлеклись в экономии своего собственного времени. Так что мы дальше тоже собираемся проводить работу по ограничению перевода ЧСО в систему дистанционного обучения, поскольку действительно это лавинный процесс, который, в общем-то, тоже нужно регулировать. Вот. И что еще любопытно. В итоге, в результате всех опросов можно сделать вывод, что 90% растить. Это все из-за того, что руками махал, да. Вот. Ну вот, я и собирался буквально еще одну разу выводов. Результат всех опросов. Если обобщить представленные результаты, однозначно следует, что 90% студентов поддерживают реализацию дистанционных образовательных технологий в той или иной пропорции в рамках очного обучения. Только около 10% активно против. При этом, опять же, здесь на слайде не было представлено, проводился опрос, считают ли студенты, используя дистанционные технологии, равнозначным с очным обучением. Вот здесь нет. Только 35%, по-моему, процентов, я сейчас могу немножко ошибаться, считают равнозначным. Большинство считают, что очные все-таки лучше. Но, тем не менее, 90% за внедрение дистанционных технологий. То есть, происходит определенная классификация в голове человека, что важно, что не важно, что можно обучить дистанционно и освободить время, что необходимо очно. Это моя будущая специальность. И это, наверное, нормально. Так что, подводя итог, можно сказать, что если имеется достаточно ограниченная, но мобильная команда при наличии определенной инфраструктуры, то внедрение дистанционных технологий дает выигрыш. Как образовательные организации, как я сказал, это расширение контингента за счет полного ДО, это экономия площадей и так далее, выгодно преподавателям освобождение времени при постоянно растущей нагрузке, и выгодно студентам. Студенты старших курсов особенно воспринимают положительно. В завершении приведу такой пример. В прошлом учебном году мы столкнулись с уникальным явлением, когда поток, небольшой, правда, из трех групп, написал заявление с просьбой, по-моему, это был пятый курс в весеннем семестре, все дисциплины перевести в ДО. Представляете? В общем, это было полной неожиданностью для и нас, и учебного отдела, и руководства. В конце концов, нашли какой-то компромисс, выбрали несколько профильных дисциплин, где все-таки сохранились вочные занятия. Но чтобы получать такую коллективную петицию, а три группы, это, извините, это уже порядка там из 60 с гаками человек, вот это звоночек. Звоночек, который говорит о том, что, наверное, мы идем в правильном направлении. Но на этом разрешите закончить, и если будут в дальнейшем вопросы, готов конкретизировать те или иные тезисы. Спасибо за внимание.